Ну, у детского кино, наверное, эта функция одна из таких значимых, да? То есть воспитательная функция. И это тоже, наверное, не надо забывать. Одно дело посмеяться, другое дело как-то направить ребенка. Да, да, да. Совершенно верно, Женя. Потому как нам приходится иногда говорить, мне во всяком случае, когда работа идет индивидуально с кем-то, зачастую индивидуально работаем, потому что в группе малых детей, 10 человек, например, приходится им говорить, для чего нужны родители вам. Для того, чтобы они, родители, оберегали их от тех ошибок, которые были допущены самими родителями когда-то. Это, я говорю, называется передача опыта. Они меня слушают. Потом я говорю, хорошо, что у вас есть воспитание, которое вы в семье обрели. Скромность, правильное поведение в обществе. Хорошо, что у вас в школе есть, вами взяты базовые знания. Они тоже здесь нужны. Но здесь нужно то, что у вас от Бога, от вас должно идти. Как вы смотрите на это, на то, на это, это? Такие вот работы. Идут с ними, ведутся с ними. Их мнение мне очень важно. Я зачастую задаю такой вопрос. Где в Казахстане водятся жирафы? И дети, не задумываясь, говорят, в зоопарке. Вот это надо не загубить качество, мыслить. То есть мне не знания нужны и не их воспитание, демонстрация их воспитания. А как они мыслят? Оперативность мышления, оригинальность мышления, образность и развитие образа. Потому что они хочу, умею и знаю, они должны уметь сыграть потом пластически тот образ, который они создают. От простой формы, неодушевленной, одушевленной. И потом переходим к людям. То есть мышление. Вот это является мышление в первую очередь. Хочу, умею и знаю. Вот примерно по этому направлению мы работаем. А вот есть в планах снять большое кино для маленьких зрителей? Конечно, 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 конечно. То есть мы и опыт уже достаточно имеем для того, чтобы... Есть сценарий уже, для того, чтобы снимать такое большое кино. Ну не для, как говорится, внутреннего рынка с выходом на фестивальное кино, на большой экран. Есть, конечно. Дважды мы выезжали в Турцию, два года подряд выезжали в Турцию. Мы сняли два фильма, связанных с детской тематикой, где герои попадают в такую, знаешь, курьезную ситуацию. Выживают, потому что у них есть какие-то навыки, присущие только им. Но они пока отсняты и не собраны. Но они в процессе работы. Да, в процессе работы. То есть ожидают своего выхода. Поэтому мы хотим еще и дальше продолжать эту практику. Ну и сериалы, естественно. Ну вот, а как вообще обстоит дело с детским кино в Казахстане? То есть я помню, в моем детстве были прекрасные фильмы. Там Алпамыс идет в школу, потом что там еще такое было. Меня зовут Кужа. Меня зовут Кужа, конечно. И я эти фильмы пересматривала по многу раз. Сейчас есть у детей такая возможность посмотреть вот такое кино, которое бы они вспоминали потом, когда вырастут, вспоминут большими? Я не могу взять на себя ответственность, говорить о том, есть ли вообще кино детское на сегодняшний день или его нет. Скорее всего, есть. А вот другой вопрос, доходит ли оно до широкого зрителя или имеет ли оно такую популярность, как те фильмы, о которых вы только что сказали. Это другой вопрос. И я поэтому говорю, наверное, ограничусь тем, что скажу, что есть, но в небольшом количестве. И если они снимаются, то, наверное, не доходят до широкого зрителя. Скорее всего, так я отвечу. Ну, а почему? Не знаю. Почему не знаю? Потому что я... Ну, у нас сразу вот, извините, перебью. У нас вот режиссеры, которые снимают большое кино для больших взрослых зрителей, они всегда говорят, у нас нет возможности снять вот такое хорошее кино. А здесь что, нет возможности? Сжимают всячески это кино? Или почему так получается? Не видят необходимости? Я понял. Начну со знаменитой фразы. Для детей надо делать так же, как и для взрослых, но только еще лучше. Да, лучше, да. Вероятно, то, о чем вы говорите, скорее всего, и настораживает этих режиссеров. Потому что для взрослых делать фактически для тех же, для самих своих сверстников проще. Потому что, ну, скажем, они не рискуют быть непонятыми, взрослые, когда для взрослых говорят. И в то же время взрослые много осторожничают, когда речь идет об искренности или о непосредственном мышлении. Они выверяют каждое слово. А с детьми совсем другое дело. Тут надо быть, наверное, более искренним, как они сами. Потому что дети отличаются скоропалительностью. Они сразу же отвечают так, как на духу, так, как на сердце. Опять же, вот это непосредственно выделяет. Не обдумывая, как на это смотрит другая сторона. То есть они сразу говорят, ой, неудобно, или давай вот так вот. Откуда у них это идет, это, конечно, загадка. Но вот эта непосредственность искренность, конечно, достойна того, чтобы у них брать и учиться. И поэтому, мне кажется, это трудная задача. И надо сначала с ними поработать, потом научиться вот так вот мыслить. И, наверное, привлекать режиссеров готовых работать, как они, на их языке, наверное. Вот так вот, наверное, я бы ответил. Не могу взять на себя такую миссию ответственную. Потому что я многому до сих пор, вот сейчас могу сказать, многому у них учусь. Потому что в репетиционный момент, на репетициях, скажем так, интересные происходят вещи, когда ты пишешь в сценарии или читаешь сценарий, что герой поступил так, а не иначе. На репетиции мальчик, мы, кстати, не всегда подходим, знаете, стереотипно. Если типажи, то значит, он такого будет играть. Если он другой по внешности, отличный какой-то от своего партнера, то ему такую роль. Мы меняем стереотипы, меняем роли. И вот мальчик стоял-стоял и думал, что же делать, когда девочки, за девочкой он всегда, знаете, он пытался у нее знаки внимания добиться у нее. Постоянно вот ходил с билетами там, приглашал. И она всегда его отвергала. У меня есть дела поважнее. У нее там кружки какие-то, там самодеятельность. И всегда маленькая девочка это видела со стороны, подходила и говорит, давай я с тобой пойду. И он должен был так же отреагировать на эту девушку. Ну ты что ли? Да мне некогда, у меня масса других дел. Он на этом остановил и на репетиции говорит, знаешь, на сходи с кем хочешь, вот тебе билет, я не могу. То есть вот благородный поступок. Он сам принял такое решение. Такое решение. Да и пришлось переписать это. Мгновенно мы вписали это в сценарий и так это ввели, и так и сняли. То есть он не продолжил вот эту надменность, вот этот карьеризм. Вот мне некогда, не до развлечений. Он должен был девочке, девочке еще кому-то. А он раз, остановил это и все. Интересный такой момент. Не задумываясь причем, на репетиции он почему-то вот так захотел предложить это. Не всякий взрослый предлагает актер. Он делает так, как написано. То есть я к тому, что у детей многому надо учиться. В том числе и творчеству, да, получается? Естественно. Творческому выражению. Он не столько восторгает, сколько умеет отразить это непосредственно.